Добрый вечер! В прямом эфире Тагил ТВ. Информационная служба новостей. Мои коллеги и я, Ольга Шульга. Прямо сейчас расскажем вам о событиях уходящего дня. Минуя очереди на операцию «Долгую дорогу», в третьей городской больнице появилось оборудование для проведения эндовидиоскопических операций, когда медики начнут новый вид лечения. Расширяя границы, в Нижнем Тагиле появилась чудо-техника. Помогает она слабовидящим детям учиться читать и познавать окружающий мир. Что за ноу-хау? Больше десятка школ сегодня отказались от уроков. Старшеклассники пробовали силы в ЕГЭ. Репетиционный единый госэкзамен по русскому языку. Не комом ли первый блин? Минуя очереди на операцию «Долгую дорогу», от гайморита и риносинуита тагильских ребятишек будут лечить в нашем городе. Они, как раньше, в Екатеринбурге. В третьей детской горбольнице появилось оборудование для проведения эндовидиоскопических операций. Это позволяет нам минимизировать объем операции, уменьшить риск травматизации, риск кровотечений и более доступно рассмотреть все патологические образования в полости носа и около носовых пазух. Операции будут проводиться без каких-либо надрезов и проколов. Весь процесс выводится на экран хирургического оборудования. Еще один плюс новой медтехники – это быстрая реабилитация после операции. Можно будет раньше выписывать пациентов домой. Проба нового хирургического комплекса пройдет в четверг. На этот день намечена первая операция. Расширяя границы для особых детей, Центральная городская библиотека приобрела чудо-технику. Волшебства в ней нет, а вот помощь неценимая. Две печатные машины помогают слабовидящим детям учиться читать и познавать окружающий мир. Мы издаем книги и будем издавать с помощью этого принтера книги в нескольких форматах. Это текст набранный по бралю, текст плоскопечатный, который родители, не владеющие техникой брали, может проверить, правильно ребенок читает или нет. И объемные рисунки, графики, какие-то геометрические фигуры. Подобной техники никогда не было в нашем городе. Тактильные книги приходилось заказывать в Екатеринбурге. Но и там печатный станок «Роскошь» в столице Урала он один. Деньги на новое оборудование выделены из резервного фонда законодательного собрания Свердловской области по инициативе Вячеслава Погодина. В правной библиотеке печатать тактильные книги не только для малышей, но и для взрослых, переводить произведения классиков, научные пособия. Мы предлагаем сотрудничество с социальным центром, пенсионному фонду, соцстраху, для того, чтобы мы могли необходимую для этих людей информацию, социального плана, по льготам, по пенсиям и так далее, перевести в удобный, читаемый ими руками формат. Лица, которым доверяют, город обзаведется новой структурой, где править будет народ. Некоторые обязательства главы города возьмут на себя врачи, актеры, художники. В какой сфере будут вести вопросы, узнала Елена Терехова. Врачи, актеры, художники, педагоги. За одним столом те, кому он однажды доверился и не прогадал. Сергей Носов собрал вновь доверенных лиц, чтобы повторно дать в руки судьбу, но уже не свою, целого города. Все-таки для человека, я обратил внимание, очень важно, даже не хочет встречаться ни с начальником управления, ни с заместителем, хочет встречаться лично. И в этом плане, опять же, мы упираемся в вопрос доверия. То есть доверенные лица, но, наверное, почему они доверены? Недоверенные могут быть со стороны жителей. Надо честно сказать, что, опять же, я извиняюсь за эту автологию, доверие к чиновникам очень мало. Они станут так называемыми народными контролерами, помощниками организации, которые уже существуют при администрации города. Одной из главных задач станет работа доверенных лиц с обращениями граждан. Очень много записывается на прием, и есть вещи, которые физически не в состоянии принять людей. Физически не в состоянии, потому что, ну, даже несмотря на режим работы с утра и до вечера, не успевает. Значит, вопросов на данный момент очень много. Активисты будут не только граждан выслушивать, но и решать проблемы. Отслеживать, как развивается, строится, ремонтируется город. Каждый возьмет на себя сферу, в которой, как рыба в воде. Светлана Голицына уже загорелась этой идеей и знает, как Тагил изменится в сфере образования. Город без молодежи – это город без будущего. Поэтому мне хочется, чтобы наша молодежь оставалась в городе, а где-то должны быть созданы условия. И те, о которых сейчас Сергей Константинович сказал. И, конечно, самое интересное – это программы для молодежи и в смысле семейной политики. Это очень авторитетные люди с большим жизненным опытом, мудрые люди. И, конечно же, в системе нашей работы, постоянной работы в городе, в жизни города, этот опыт и эта мудрость, она очень востребована. Подобный формат, говорят власти, в области, пожалуй, реализуется первым. И эта структура не просто прихоть. Городу в скором времени ждать большой суммы. Бюджет Тагила к марту должен составить 12 миллиардов рублей. Для этого мэр и создает актив, чтобы ни одна копейка не ускользнула, и сумма такая стала величиной постоянной. Елена Терехова, Павел Охотников, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ. Писем счастья больше ждать не стоит. Пенсионный фонд подсчитал затраты и решил прекратить беспокоить трудовое население извещениями. Теперь жители вправе решать сами, быть в курсе своих накоплений или нет. Информацию о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованные лица могут получить двумя способами. Либо на бумажном носителе, либо в электронном виде. На бумажном носителе это будет выражаться следующим образом. Застрахованное лицо, каждое застрахованное лицо может подать заявление о предоставлении выписки из индивидуального лицевого счета. Узнать о сумме, которая накопилась, теперь можно непосредственно у работодателя или в пенсионном фонде по месту жительства. Кроме того, для удобства организации заключилось соглашение с рядом кредитных компаний, чтобы те оповещали застрахованные лица. Получить выписку будет возможно и посредством сети интернет на сайте госуслуг. Нововведения во многом из-за того, что так называемые письма счастья оказались населению не нужны. Более 50 тысяч весточек ежегодно оставались невостребованными. Больше десятка школ сегодня отказались от уроков. Старшеклассники пробовали свои силы в ЕГЭ. Репетиционный ЕГЭ по русскому языку писали выпускники всей области. Основная цель, конечно, это подготовка к ЕГЭ с тем, чтобы дети почувствовали на себе процедуру. Прежде всего, отрабатывается и для организаторов, и для пункта проведения, и, конечно, прежде всего для детей. В пункты тестирования превратились 13 учебных заведений. Почти 2000 выпускников города попробовали свои силы в русском языке. Например, гимназия номер 18 переняла у себя больше 130 выпускников горно-металлургической и 44-й школы. Экзамен, говорят, прошел гладко. Результаты тестирования 11-классники узнают уже через неделю. Тогда же, 13 марта, пройдет и второй пробный экзамен по математике. Детям подарки, родителям выговор. Инспекторы по делам несовершеннолетних вышли в рейд. Соглянули в гости к семьям, которые состоят на учете. С родителей спрашивали по всей строгости, а детям привезли подгузники и игрушки. Подробности смотрите далее. Это из полиции, инспектор ваш. Этим гостям зачастую родители не рады. Спрашивают они строго. Чтобы в квартире был порядок, в холодильнике и дам, дети чистые и накормленные. Этой молодой маме скрывать нечего. Кристина взялась за ум и за воспитание своей дочери. Инспекторы обещают, еще понаблюдают и, возможно, с учета семью снимут. У Лис есть ребенка? Да, там карточка медицинская. А у дома-то есть оригинал? Нет. Он у вас оригинал тоже? Да. Угу. Пожалуйста. Ну да, оригинал дома держать. В лучшую сторону ситуация в так называемых неблагополучных семьях меняется не всегда. И сегодня в некоторых домах нежданным гостям двери не открыли. Сюда инспекторы придут вновь. Для того, чтобы пресечь на ранней стадии преступления и правонарушения в отношении детей, выявление раннего семейного неблагополучия, ну и отслеживание, как и поменялась обстановка в данных семьях. Либо в положительную сторону, либо осталось на прежнем уровне, на отрицательную. На учете в Ленинском районе состоит 96 семей. В них воспитываются порядка 200 детей. Родительский контроль в них усилен контролем полиции. Работа с семьями не ограничивается только посещением по месту жительства или принятием каких-то карательных мер в отношении законных представителей. Наша главная цель – это сохранить ребенка в семье и сделать все для того, чтобы исключить факты семейного неблагополучия. Сегодня инспекторы привезли детям подарки – малышам памперсы, дошколятам игрушки и констовары. Алла Кузнецова, Анатолий Тютин, Новости, Тагил ТВ. Стать частью истории промышленного гиганта. 30 сотрудниц производственных цехов металлургического комбината предстали в новом облуа моделей. Их портреты украсили залы музейно-выставочного центра НТМК. Экспозиция в преддверии Международного женского дня. Я знаю, сегодня у меня уже есть предложение, чтобы это давайте женщину поставим в начальникам цеха. Поэтому я думаю, что могут все. И, наверное, это не самое главное. Главное, чтобы женщина улыбалась, чтобы у нее всегда было в душе, спокойно, чтобы дома был порядок. Вот это хочу ему пожелать. Здоровья, сил. Кроме выставки, сегодня в МВЦ вручение благодарственных писем. Так на НТМК открыли череду поздравлений. Частвовать женщин там будут всю неделю. Так, например, завтра в ДКНТМК будет концертная программа, где станут известны имена работниц, получивших женскую премию имени Фаины Шаруновой. Поздравлять прекрасную половину человечества будут завтра и во дворце юбилейный. Заслуженных тагильчанок поздравит глава города Сергей Носов. Минута славы тагильский вариант. Знаменитый конкурс перекочевал в наш город. Правда, чуть модернизированный. Изменил название на минуту успеха и получил возрастные ограничения. Проводится он для работающей молодежи. Мы посоветовались с лидерами молодежных предприятий города Нижнего Тагила и приняли решение, что нужно провести именно фестиваль, чтобы у него не было границы по определению. То есть дать возможность проявить себя, показать себя в различных жанрах, в различных номинациях. Я понимаю, что будет, конечно, сложно выбирать жюри, но, тем не менее, решили именно такой шаг. Испытать минуту успеха может каждый желающий от 18 до 35 лет. Для этого необходимо подать заявку на участие и пройти кастинг, который состоится 20 марта в городском дворце молодежи. За два дня сбора подано уже 12 заявок. Среди участников танцоры, вокалисты, чтецы. Положение конкурса можно найти на сайте ГДМа. Увидеть африканских львов, познакомиться с папуасами, окунуться в воды Намибии. Все это теперь можно сделать, не выезжая из города. В центральной городской библиотеке открылась выставка под названием «Африка». Наши соотечественники в основном освоили север, северо-восток Африки. Это Тунис и Египет. А вот южную часть Африки практически никто не знал. И получилось так, что из Екатеринбурга нам привезли фото-выставку. Это как бы послужило отправной точкой для того, чтобы собрать побольше интересных материалов про Африку. В Намибию через фото уже можно увидеть. Выставка работает на первом этаже центральной библиотеки. А познакомиться поближе с культурой всего загадочного континента можно будет 15 марта. В этот день каждый желающий может насладиться зажигательными африканскими танцами, игрой на барабанах и попробовать свои силы в пневмо-папуасинге. Это древнейший вид оружия. Такова была информационная картина уходящего дня. Если вы стали очевидцем уникального события или успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам по электронному адресу www.tagildefiz.ru раздел «Сообщи новость» или звоните по телефону 4195-51. Автор самой позитивной новости на этой неделе станет обладателем приза приглашений на две персоны в Нижнетагильский цирк на новую программу «Парад звезд». На этом моя часть выпуска завершена. Всего доброго. До встречи. Продолжение следует...